Юный палеонтолог Женя Кислов Сегодня мы сравним двух обитателей неба и поймем, кто же круче птеродактиль или микрораптор а еще разрушив неправильное убеждение Подпишись на мой канал, чтобы не пропустить мои другие видео А вы знали, что микрорапторы относятся? Я черта зовут динозавром А птеродактиль это не динозавр, а птерозавр Многие думают, что птерозавры это и летающие динозавры Но это неправда Динозавры и птерозавры это два разных отряда у рептилий Круче тот, кто проворней, кто быстрее, сильнее, умнее У кого большего, то самый большой Соровним, кто больше Они похожи тем, что они почти одним размером Микрораптор был из самых маленьких динозавров Вырастая максимально чуть больше метра в длину Но птерозавр был не больше микрораптора Если не считать его хвост, то они одинаковые Микрораптор весил около одного килограмма А птеродактиль до двух килограмм Поэтому с небольшим отрывом Побеждает весовой категории птеродактиль А размах крыльев у них был Ну вот такой Размах крыльев у них одинаковый До одного метра Тут ничья Кстати, вы думаете, что предки птиц были птеродактиль? А вот и нет После гибели в меловом периоде Они не оставили потомков А вот наличие первого у микрораптора Сходится с птицами Дает повод ученым считать Что они были прародителями современных птиц Кстати, микрораптор может соединять всех динозавров С современными птицами Потому что он и динозавр, и немножко птица Потому что у него есть перья О, он почти как летает И все-таки он динозавр Сравним, кто из них провольный У микрораптора все лапы большие А у него они большие У птеродактиля они нет И поэтому он не мог ходить нормально Птеродактиль Он опирался на свои пальцы И ковылял медленно И был уязвим Могли подкраться хищник И схватить его Но микрораптор так же не отличался Своей скоростью на земле Он тоже плохо ходил Он ходил плохо, потому что у него тут были хорошие Очень короткие Еще ему мешали перья Вот такое берем Перья были и на передних, и на задних лапах Он был древолаг Это значит, означает, что он жил на дереве А на суше не был А перемещаться с петки на ветку Ну, это можно, наверное, знать Расправляя вот так Ученые считают, что микрораптор не умел летать А вместо этого парил А вот птеродактиль отлично летал Поэтому он побеждает в этой категории Птеродактиль предпитался там всякой рыбью И ящерицами Мог даже большими бомбищами А микрораптор питался Эм... С этими там червяками, ящерицами, насекомыми Кстати, в микрорапторе нашли кого-то динозаврик И это присуждает, что микрораптор может даже человека немножко потрепать Но он выживет В этой категории, наконец-то, побеждает микрораптор Но это не дает ему возможность выиграть Но он все равно выиграет, потому что я его люблю Несмотря на то, что они оба не любили ходить по земле Жили они в разных местах Микрораптор жил на деревьях и не умел плавать А вот птеродактиль таких проблем не имел Он отличным был плавцом Но смотря лохнайским чудовищем или лезиозавром или мегазавром Последнего я придумал Птеродактиль умел плавать Микрораптора нет У него бы тогда намокли белья И поэтому в этой категории тоже выигрывает птеродактиль А зубы у птеродактиля были только меньше, а тут больше А у микрораптора, как у белых, пелообратные Мне больше нравится микрораптор Потому что он... Я не знаю... Ну, наверное, потому что он хорошо по деревьям лазит А птеродактиль нравится тем, что он летать может На этом у меня все Подписывайтесь на мой канал Смотрите другие видео До новых встреч! Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля Субтитры сделал DimaTorzok